Глава первая. Куррикулюм Вите профессора Персикова. 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 А в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел. За исключением профессоров Уильяма Векля в Кембридже и Джакома Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на четырех языках, кроме русского. А по-французски и немецки говорил, как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил. И двадцатый год вышел еще хуже девятнадцатого. Произошли события, и при том одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на одиннадцати с четвертью. И, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально восемь великолепных экземпляров квакшей. Затем пятнадцать обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской. Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института, старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов. И ее Персиков определил сразу – бескормится. Ученый был совершенно прав. Власа нужно было кормить мукой, а жаб – мучными червями. Но поскольку пропало первое, постольку исчезли и второе. Персиков оставшиеся двадцать экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами. Но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института. Действие смертей и в особенности суринамской жабы на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения. Стоя в шапке и калошах в коридоре выстывающего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой. Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало. Что же они делают? Ведь они ж погубят институт, а! Бесподобный самец, исключительный экземпляр пипа Американо, длиной в тринадцать сантиметров, Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь так, Что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил два раза в неделю в институт, И в круглом зале, где было всегда почему-то не изменяясь пять градусов мороза, Независимо от того, сколько на улице, Читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, Восьми слушателям цикл лекций на тему, присмыкающиеся жаркого пояса. Все остальное время Персиков лежал у себя на причистенке, на диване, В комнате до потолка, набитой книгами, под пледом, Кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, Которую золочеными стульями топила Марья Степановна, Вспоминал суринамскую жабу. Но все на свете кончается. Кончился двадцатый и двадцать первый год, А в двадцать втором началось какое-то обратное движение. Во-первых, на месте покойного Власа появился Панкрат, Еще молодой, но подающий большие надежды за логический сторож. Институт стали топить понемногу, А летом Персиков при помощи Панкрата На Клязьме поймал четырнадцать штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь. В двадцать третьем году Персиков уже читал восемь раз в неделю, Три в институте и пять в университете. В двадцать четвертом году тринадцать раз в неделю, И, кроме того, на рабфаках. А в двадцать пятом весной прославился тем, Что на экзаменах срезал семьдесят шесть человек студентов И всех на голых гадах. — Как вы не знаете, чем отличаются голые гады От присмыкающихся? — спрашивал Персиков. — Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. — Тектес, стыдитесь. Вы, вероятно, марксист. — Марксист, — угасая, отвечал зарезанный. — Так вот, пожалуйста, осенью. Вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату. — Давай следующего. Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи При первом обильном дожде ожил профессор Персиков в 1926 году, Когда Соединенная Американо-Русская Компания Выстроила, начав с угла газетного переулка и Тверской, В центре Москвы пятнадцать пятнадцатиэтажных домов, А на окраинах триста рабочих коттеджей, Каждый на восемь квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, Который так терзал москвичей в годы 1919-1925. Вообще, это было замечательное лето в жизни Персикова, И порой он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, Вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в двух комнатах. Теперь профессор все пять получил обратно, Расширился, расположил две с половиной тысячи книг, Чучело, диаграммы, препараты, Зажег на столе зеленую лампу в кабинете. Институт тоже узнать было нельзя, Его покрыли кремовою краской, Провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, Сменили все стекла на зеркальные, Прислали пять новых микроскопов, Стеклянные препарационные столы, Шары по две тысячи ламп с отраженным светом, Рефлекторы, шкапы в музей. Персиков ожил, И весь мир неожиданно узнал об этом, Лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра. Еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов, 126 страниц известия четвертого университета. А в 1927 осенью капитальный труд в 350 страниц, Переведенный на шесть языков, в том числе и японский. Эмбриология ПИП, Чесночных и лягушек, Цена три рубля госиздат, А летом 1928 года Произошло то невероятное, ужасное... Глава вторая. Цветной завиток. Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, Надел белый халат, Позвенел каким-то инструментом на столе. Многие из 30 тысяч механических экипажей, Бегавших в 1928 году по Москве, Проскакивали по улице Герцена, Шурша по гладким торцам, И через каждую минуту с гулом и скрежетом Скатывался с Герцена к маховой Трамвай 16, 22, 48 и 53 маршрута. В отблеске разноцветных огней Забрасывал в зеркальные стекла кабинета, И далеко и высоко был виден Рядом с темной грузной шапкой храма Христа Туманный, бледный, месячный серп. Но ни он, ни гул весенней Москвы Нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете И побуревшими от табаку пальцами Вертел к ремольеру великолепного цейсового микроскопа, В котором был заложен обыкновенный, Неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков Менял увеличение с пяти на десять тысяч, Дверь приоткрылась, Показалась остренькая бородка, Кожаный нагрудник, и ассистент позвал. — Владимир Ипатьевич, я установил брыжейку, Не хотите ли взглянуть? Персиков живо сполз с табурета, Бросив к ремольеру на полдороги И, медленно вертя в руках папиросу, Прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная И обмершая от страха и боли лягушка, Была распята на пробковом штативе, А ее прозрачные слюдяные внутренности Вытянуты из окровавленного живота в микроскоп. — Очень хорошо, — сказал Персиков, И припал глазом к окуляру микроскопа. Очевидно, что-то очень интересное Можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, Где, как на ладони видные, По рекам сосудов бойко бежали Живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах, И в течение полутора часа По очереди с Ивановым Припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученых Перебрасывались оживленными, Но непонятными простым смертным словами. Наконец Персиков отвалился От микроскопа, заявив — Сворачивается кровь, Ничего не поделаешь. Лягушка тяжко шевельнула головой, И в ее потухающих глазах Были явственны слова. — Сволочи вы! Вот что! Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, Вернулся в свой кабинет, Зевнул, потер пальцами Вечно воспаленные веки, И, присев на табурет, Заглянул в микроскоп. Пальцы он наложил на кремольеру И уже собирался двинуть винт, Но не двинул. Правым глазом Видел Персиков Мутноватый белый диск, И в нем смутных белых амеб, А посредине диска Сидел цветной завиток, Похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, И сотни его учеников Видели очень много раз, И никто не интересовался им, Да и незачем было. Цветной пучочек света Лишь мешал наблюдению И показывал, Что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно Стирали одним поворотом винта, Освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога Уже вплотную легли На нарезку винта И вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого Был правый глаз Персикова. Он вдруг насторожился, Изумился, Налился даже тревогой. Не бездарная посредственность На горе республики Сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков. Вся жизнь, Его помыслы сосредоточились В правом глазу. Минут пять в каменном молчании Высшее существо наблюдало низшее, Мучая и напрягая глаз Над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей вестибюле, И один только раз в отдалении Музыкально и нежно Прозвенели стекла в шкапах. Это Иванов, Уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора, У кого он спросил, Неизвестно. Что такое? Ничего не понимаю. Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, Колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами Звякнула на столе. Профессор побледнел И занес руку над микроскопом. Так, словно мать над детятей, Которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, Чтобы Персиков двинул винт. О, нет! Он боялся уже, Чтобы какая-нибудь посторонняя сила Не вытолкнула из поля зрения того, Что он увидал. Было полное белое утро С золотой полосой, Перерезавшей кремовое крыльцо института, Когда профессор Покинул микроскоп И подошел На немевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами Нажал кнопку И черные глухие шторы Закрыли утро. И в кабинете Ожила мудрая Ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков Растопырил ноги И заговорил, Уставившись в паркет Слезящимися глазами. Но как же это так? Ведь это же чудовищно! Это чудовищно, господа! Повторил он, Обращаясь к жабам в террарии. Но жабы спали И ничего ему не ответили. Он помолчал, Потом подошел к выключателю, Поднял шторы, Потушил все огни И заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным. Он сдвинул Кустоватые желтые брови. Угу, угу, Пробурчал он. Пропал. Понимаю, Понимаю. Протянул он сумасшедший И вдохновенно глядя На погасший шар над головой. Это просто. И он вновь опустил Шипящие шторы И вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп Радостно И как бы хищно Склабился. Я его поймаю. Торжественно и важно Сказал он, Поднимая палец кверху. Поймаю. Может быть, И от солнца. Опять шторы взвелись. Солнце было на лицо. Вот оно залило стены института И косяком легло На торцах герцена. Профессор смотрел в окно, Соображая, Где будет солнце днем. Он то отходил, То приближался, Легонько пританцовывая, И, наконец, Животом лег на подоконник. Приступил к важной И таинственной работе. Стеклянным колпаком Накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки Расплавил кусок сургуча И края колокола Припечатал к столу, А на сургучных пятнах Оттиснул свой большой палец. Газ потушил, Вышел, И дверь кабинета Запер на английский замок. Полусвет был В коридорах института. Профессор добрался До комнаты Панкрата И долго и безуспешно Стучал в нее. Наконец, За дверью Послышалось урчание Как бы цепного пса Харканье И мычанье И Панкрат В полосатых подштанниках С завязками на щиколотках Предстал в светлом пятне. Глаза его Дико уставились на ученого. Он еще легонько Подвывал со сна. Панкрат, Сказал профессор, Глядя на него Поверх очков. Извини, Что я тебя разбудил. Вот что, друг, В мой кабинет Завтра утром не ходить. Я там работу оставил, Которую сдвигать нельзя. Понял? Понял. Ответил Панкрат, Ничего не поняв. Он пошатывался И рычал. Нет, слушай, Ты проснись, Панкрат, Молвил зоолог И легонько потыкал Панкрата в ребра, Отчего у того на лице Получился испуг И некоторая тень Осмысленности в глазах. Кабинет я запер, Продолжал Персиков. Так убирать его Не нужно До моего прихода. Понял? Слушаюсь. Прохрепел Панкрат. Ну вот и прекрасно. Ложись спать. Панкрат повернулся, Исчез в двери И тотчас Обрушился в постель. А профессор Стал одеваться В вестибюле. Он надел Серое летнее пальто И мягкую шляпу. Затем, Вспомнив про картину В микроскопе Уставился на свои Калоши, Словно видел их Впервые. Затем левую надел И на левую Хотел надеть правую, Но та не полезла. Какая чудовищная Случайность, Что он меня отозвал, Сказал ученый. Иначе я его Так бы и не заметил. Но что это сулит? Ведь это сулит Черт знает что такое. Профессор усмехнулся, Прищурился на калоши И левую снял, А правую надел. Боже мой, Ведь даже нельзя Представить себе Всех последствий. Профессор с презрением Ткнул левую калошу, Которая раздражала его, Не желая нализать на правую, И пошел к выходу В одной калоши. Тут же он потерял носовой платок И вышел, хлопнув тяжелую дверью. На крыльце он долго искал В карманах спички, Хлопая себя по бокам, Нашел и тронулся по улице С незажженной папиросой во рту. Ни одного человека Ученый не встретил До самого храма. Там профессор, задрав голову, Приковался к золотому шлему. Солнце сладо снализало его С одной стороны. Как же раньше я не видал его? Какая случайность? Тьфу, дурак! Профессор наклонился и задумался, Глядя на разно обутые ноги. Ммм, как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь, Придется на руках нести. Он снял калошу И брезгливо понес ее. На старом автомобиле С причистенки выехали трое. Двое пьяных, И на коленях у них Ярко раскрашенная женщина В шелковых шароварах По моде двадцать восьмого года. «Эх, папаша!» Крикнула она низким сиповатым голосом. «Что же, другую-то калошу пропил?» «Видно, в Альказаре!» Набрался старичок. Завыл левый пьяненький. Правый высунулся из автомобиля И прокричал. «Отец, что, Ночная на Волхонке открыта? Мы туда!» Профессор строго посмотрел На них поверх очков, Выронил изо рта папиросу И тотчас забыл О их существовании. На Пречистинском бульваре Раздалась солнечная прорезь И шли... Глава третья. Персиков поймал. Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил Свой гениальный глаз к окуляру, Он впервые в жизни Обратил внимание на то, Что в разноцветном завитке Особенно ярко и жирно Выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета И из завитка выпадал Как маленькое острие. Ну, скажем, с иголку, что ли. Просто уж такое несчастье, Что на несколько секунд Луч этот приковал Наметанный взгляд виртуально. В нем, в луче, Профессор разглядел то, Что было в тысячу раз Значительнее и важнее Самого луча. Непорочного детяти, Случайно родившегося При движении зеркала И объектива микроскопа. Благодаря тому, Что ассистент отозвал профессора, Амебы пролежали полтора часа Под действием этого луча, И получилось вот что. В то время, В то время, как в диске Вне луча зернистые амебы Валялись вяло и беспомощно, В том месте, где пролегал Красный заостренный меч, Происходили странные явления. В красной полосочке Кипела жизнь. Серенькие амебы, Выпуская ложноножки, Тянулись изо всех сил В красную полосу, И в ней, словно волшебным способом, Оживали. Какая-то сила вдохнула В них дух жизни. Они лезли стаей И боролись друг с другом За место в луче. В нем шло бешеное, Другого слова не подобрать, Размножение. Ломая и опрокидывая Все законы, Известные Персикову, Как свои пять пальцев, Они почковались на его глазах С молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, И каждая из частей В течение двух секунд Становилась новым свежим организмом. Эти организмы В несколько мгновений Достигали роста и зрелости Лишь за тем, Чтобы в свою очередь Тотчас ждать новое поколение. В красной полосе, А потом и во всем диске, Стало тесно, И началась неизбежная борьба. Вновь рожденные Яростно набрасывались Друг на друга И рвали в клочья И глотали. Среди рожденных Лежали трупы погибших В борьбе за существование. Побеждали лучшие И сильные. И эти лучшие Были ужасны. Во-первых, Они объемом приблизительно В два раза превышали Обыкновенных амеб. А во-вторых, Отличались какой-то Особенной злостью И резвостью. Движения их Были стремительны. Их ложноножки Гораздо длиннее нормальных. И работали они ими Без преувеличения, Как спруты с щупальцами. Во второй вечер Профессор, Осунувшийся И побледневший, Без пищи, Взвинчивая себя Лишь толстыми самокрутками, Изучал новое поколение амеб. А в третий день Он перешел К первоисточнику, То есть К красному лучу. Газ тихонько Шипел в горелке, Опять по улице Шаркало движение, И профессор, Отравленный сотой Папиросою, Полузакрыв глаза, Откинулся На спинку Винтового кресла. Да, Теперь все ясно. Их Оживил луч. Это новый, Не исследованный Никем, Никем не обнаруженный Луч. Первое, Что придется выяснить, Это Получается ли он Только от электричества, Или Так же и от солнца, Бормотал Персиков Самому себе. И в течение Еще одной ночи Это выяснилось. В три микроскопа Персиков Поймал три луча, От солнца Ничего не поймал И выразился так. Надо полагать, Что в спектре солнца Его нет. Угу, Ну, Одним словом, Надо полагать, Что добыть его можно Только от электрического света. Он любовно поглядел На матовый шар вверху, Вдохновенно подумал И пригласил к себе В кабинет Иванова. Он ему все рассказал И показал о мёп. Приват-доцент Иванов Был поражен, Совершенно раздавлен. Как же такая простая вещь, Как эта тоненькая стрела, Не была замечена раньше, Черт возьми, Да кем угодно, И хотя бы им, Ивановым, И действительно Это чудовищно. Вы только посмотрите. Вы посмотрите, Владимир Ипатьевич, Говорил Иванов в ужасе, Прилипая глазом к окуляру. Что делается? Они растут на моих глазах, Гляньте, гляньте. Я их и наблюдаю Уже третий день, Вдохновенно ответил Персиков. Затем произошёл Между двумя учёными разговор, Смысл которого сводился К следующему. Приват-доцент Иванов Берётся соорудить При помощи линзы Зеркал камеру, В которой можно будет Получить этот луч В увеличенном виде И вне микроскопа. Иванов надеется, Даже совершенно уверен, Что это чрезвычайно просто. Луч он получит. Владимир Ипатьевич Может в этом не сомневаться. Тут произошла Маленькая заминка. Я, Пётр Степанович, Когда опубликую работу, Напишу, что камеры Сооружены вами. Вставил Персиков, Чувствуя, что Заминочку надо разрешить. О, это не важно. Впрочем, конечно. И Заминочка Тотчас разрешилась. С этого времени Луч поглотил и Иванова. В то время, Как Персиков, худея И истощаясь, Просиживал дни И половину ночей За микроскопом, Иванов возился В сверкающем от ламп В физическом кабинете, Комбинируя линзу и зеркала. Помогал ему механик. Из Германии После запроса Через комиссариат Просвещения Персикову прислали Три посылки, Содержащие в себе зеркала. Двояко выпуклые, Двояко вогнутые И даже какие-то Выпукло-вогнутые Шлифованные стекла. Кончилось все это тем, Что Иванов Соорудил камеру И в нее Действительно Уловил красный луч. И надо отдать справедливость, Уловил мастерски. Луч вышел кривой, Жирный, Сантиметр четыре В поперечнике, Острый и сильный. Первого июня Камеру установили В кабинете Персикова. И он жадно Начал опыты С икрой лягушек, Освещенной лучом. Опыты эти Дали потрясающие результаты. В течение двух суток Вылупились тысячи головастиков. Но этого мало. В течение одних суток Головастики Выросли необычайно В лягушек. И до того Злых и прожорливых, Что половина их Была тут же Перелопана Другой половиной. Зато Оставшиеся В живых Начали Вне всяких Сроков Метать икру. И в два дня Уже без всякого луча Вывели Новое поколение. И при этом Совершенно Бесчисленное. В кабинете ученого Началось Черт знает что. Головастики Расползлись Из кабинета По всему институту. В террариях И просто На полу Во всех Закоулках По всему Институту Завывали Зычные Хоры Как На болоте. Панкрат И так Боявшийся Персикова Как огня Теперь Испытывал К нему Одно чувство Мертвенный Ужас. Через Неделю И сам ученый Почувствовал Что он Шалеет. Институт Наполнился Запахом эфира И цианистого Калия Которым Чуть-чуть Не отравился Панкрат Не вовремя Снявший Маску. Разросшееся Болотное Поколение Наконец Удалось Перебить Ядами Кабинеты Проветрить. Иванову Персиков Сказал Так Вы знаете Петр Степанович Действие Луча На Дейтероплазму И вообще На Яйцеклетку Изумительно Иванов Холодный И сдержанный Джентльмен Перебил Профессора Необычным Тоном Владимир Ипатьевич Что же Вы толкуете О мелких Деталях Об Дейтероплазме Будем Говорить Прямо Вы открыли Что-то Неслыханное Видимо С большой Потугой Но все же Иванов Выдавил Из себя Слова Профессор Персиков Вы открыли Луч Жизни Слабая Краска Показалась На Бледных Небритых Скулах Персикова Ну 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 Пробормотал Он Вы Продолжал Иванов Вы Приобретете Такое Имя У меня Кружится Голова Вы понимаете Продолжал Он Страстно Владимир Ипатьевич Герои Уэльса По сравнению С вами Просто Вздор А я-то Думал Что это Сказки Вы Помните Его Пищу Богов А Это Роман Ответил Персиков Ну Да Господи Известный Я Забыл Его Ответил Персиков Помню Читал Но Забыл Как же Вы Не Помните Да Вы Гляньте Иванов За ножку Поднял Со стеклянного Стола Невероятных Размеров Мертвую Лягушку С распухшим Брюхом На Морде Ее Даже После Смерти Было Злобное Выражение Ведь Это Ж Чудовищно Глава Четвертая Попадья Дроздова Бог знает Почему Иванов Ли тут Был Виноват Или Потому Что Сенсационные Известия Передаются Сами Собой По Воздуху Но Только В гигантской Кипящей Москве Вдруг Заговорили О луче И о профессоре И о профессоре Персикове Правда Как-то Вскользь И очень Туманно Известие О чудодейственном Открытии Прыгало Как подстреленная Птица В светящейся Столице То Исчезая То Вновь Взвиваясь До половины Июля Когда На двадцатой Странице Газеты Известия Под заголовком Новости Науки И техники Не появилась Короткая Заметка Трактующая О луче Сказано Было Глухо Что Известный Профессор Четвертого Университета Изобрел Луч Невероятно Повышающий Жизнедеятельность Низших Организмов И что Луч этот Нуждается В проверке Фамилия Конечно Была Переврана И напечатана Персиков Иванов Принес Газету И показал Персикову Заметку Персиков Проворчал Персиков Возясь С камерой В кабинете Откуда Эти Свистуны Все знают Увы Перевранная Фамилия Не спасла Профессора От событий И они Начались На другой же День Сразу Нарушив Всю жизнь Персикова Панкрат 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 — Очень прошу и извиняюсь принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон» издания ГПУ. — Базови-ка его сюда, — сказал Персиков и задохнулся. Из-за спины Панкрата тотчас вынурнул молодой человек с гладко выбритым мысленистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у индейца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. Бузский и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот. — Что вам надо? — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь. — Ведь вам сказали, что я занят. Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза — на левый бок и на правый. А затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак. — Я занят! — сказал профессор с отвращением, глядя в глазки гостя. Но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы. — Прошу тысячу извинений, глубоко уважаемый профессор, — заговорил молодой человек тонким голосом, — что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время. Но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений. — Какие такие объяснения по всему миру? — заныл Персиков визгливо и пожелтев. — Я не обязан вам давать объяснения ничего такого. Я занят, страшно занят. — Над чем вы работаете? — сладко спросил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте. — Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы, тем более в этих ваших гадетах. Во-вторых, откуда вы все это знаете? И Персиков вдруг почувствовал, что теряется. — Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни? — Какой такой новой жизни? — остервенился профессор. — Что вы мелите чепуху? Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно. Возможно, он повышает жизнедеятельность протоплазмы. — Во сколько раз? — торопливо спросил молодой человек. Персиков окончательно потерялся. — Ну, тип, ведь это черт знает что такое. Что за обывательские вопросы? Предположим, я скажу, но в тысячу раз. В глазках молодого человека мелькнула хищная радость. — И получаются гигантские организмы? — Да ничего подобного. Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных. Ну, имеют некоторые новые свойства. — Но ведь тут главное не величие, а невероятная скорость размножения. — Сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелеснул ее и застрочил дальше. — Вы же не пишите! Уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. — Что вы такое пишете? — Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить два миллиона головастиков? — Из какого количества икры? Вновь взбеленять закричал Персиков. — Вы видели когда-нибудь икритку? Ну, скажем, квакши? — Из полуфунта. Не смущаясь, спросил молодой человек. Персиков побагровел. — Кто же меряет так? — Тьфу! Что вы такое говорите? — Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры, тогда, пожалуй. Черт! Ну, около этого количества. А может быть, и гораздо больше. Бриллианты загорелись в глазах молодого человека. И он в один взмах исчеркал еще одну страницу. — Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве? — Что за газетный вопрос? — завыл Персиков. — И вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость. — Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительно прошу, — молвил молодой человек и захлопнул блокнот. — Что? Мою карточку? Это ваши журнальчики. Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет. И я занят. Попрошу вас. — Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально. — Панкрат! — закричал профессор в бешенстве. — Честь имею кланяться, — сказал молодой человек и пропал. Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипение машины. Кованое постукивание в пол и в кабинете появился необычайный толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его механическая нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел. — Господин профессор, — начал незнакомец приятным сиповатым голосом. — Простите простого смертного, нарушившего ваше уединение. — Вы репортер, — спросил Персиков. — Панкрат! — Никак нет, господин профессор, — ответил толстяк. — Позвольте представиться. Капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете народных комиссаров. — Панкрат! — истерически закричал Персиков и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. — Панкрат! — повторил профессор. — Я слушаю. — Захрипел телефон по-немецки. — Извините, пожалуйста, профессор, что я беспокою. Я сотрудник берлинской Тагас-Глац. — Панкрат! — закричал в трубку профессор. — Я сейчас очень занят и потому не могу воспринять. — Панкрат! А на парадном входе института в это время начались звонки. — Кошмарное убийство на Бронной улице! — завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой. — Кошмарное появление болезни Куру вдовы попадли Дроздовой с ее портретом! — Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова! Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Маховой и яростно ухватился за газету. — Три копейки, гражданин! — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл. — Красная вечерняя газета! Открытие Икс-луча! Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными незрячими глазами и с повисшей нижней челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. — В.И. Персиков, открывший загадочный красный луч! — гласила подпись под рисунком. Ниже под заголовком «Мировая загадка» начиналась статья словами. — Садитесь, — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков. Под статьей красовалась подпись «Альфред Бронский Алонзо». Зеленоватый свет взлетел над крышей университета. На небе выскочили слова «Говорящая газета» и тотчас толпа запрудила маховую. — Садитесь! — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского. — Приветливо сказал нам маститый ученый Персиков. Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия. Тихое механическое скрипение послышалось за спиной у Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидал желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами, и губы вздрагивали. — Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия? — сказал он печально и глубоко вздохнул. — Пропали мои полтора червячка! Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасте бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка. — Я? — пробормотал он с ненавистью, ловя слова с неба. — Никакого садитесь ему не говорил. Это просто наглец необыкновенного свойства. Вы меня простите, пожалуйста. Но право же, когда работаешь и врываются, я не про вас, конечно, говорю. — Может быть, вы мне, господин профессор, хотя бы описание вашей камеры дадите? — Заискивающе и скорбно говорил механический человек. — Ведь вам теперь все равно. Из полфунта икры в течение трех дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать. Ревел невидимый в рупоре. Ту-ту глухо кричали автомобили на маховой. — Го-го-го! Ишь ты! Го-го-го! Шуршала толпа, задирая головы. — Каков мерзавец! Дрожа от негодования зашипел Персиков механическому человеку. — Как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду! — Возмутительно! Согласился толстяк. Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло. Фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица. — Это вас, господин профессор! Восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гиря. В воздухе что-то застрекотало. — А ну их всех к черту! Тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. — Эй, таксомотор, напричей стенку! Облупленная старенькая машина конструкции двадцать четвертого года заклокотала у тротуара, и профессор полез в лондо, стараясь отцепиться от толстяка. — Вы мне мешаете! — шепел он, и закрывался кулаками от фиолетового света. — Читали? — Чего орудь? — Профессора Персикова с детишками зарезали на малой бронной! — кричали кругом в толпе. — Никаких у меня детишек нету, сукины дети! — заорал Персиков, и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами. — Крхту! Крхту! — закричал таксомотор и врезался в гущу. Толстяк уже сидел в лондо и грел бок. Про то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы. Это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии в Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными. И эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщили, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и на восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты. И громадные грузовики, колыша и бренча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью «Осторожно, Третьяковская галерея». Машины рявкали и бегали по всей Москве. Очень далеко на небе дрожал отцвет пожара и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек. Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезда и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воюющая, как будто жила сразу, увидав ломящиеся вперед рассекающие расплеснутое варево безумие, шеренги. В толпе над тротуаром начало призывно с надеждою выйти. «Да здравствует конная армия!» кричали иступленные женские голоса. «Да здравствует!» отзывались мужчины. «Задавят, давят!» выли где-то. «Помогите!» кричали с тротуара. Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуара, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конского строя, цеплялись за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных. «Коротче повод!» «Где-то пели весело и разухабисто. Из коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело, прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры, в странных чадрах, с отводными за спину трубками и баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны, автомобили с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «Газ Добрахим». «Выручайте, братцы!» — завывались тротуаров. «Бейте гадов! Спасайте Москву!» Мать, мать, мать перекатывалась по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на шалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение. «Ни туз, ни дама, ни валет, побьем мы гадов без сомнения. Четыре сбоку, ваших нет!» Гудящие раскаты «Ура!» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет, ставший легендарным десять лет назад постаревший и посидевший командир конной громады. Толпа завыла и в небо улетел, немного успокаивая метущиеся сердца гул. «Ура!» «Ура!» Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами блесмонежа грохнул веером залп. Это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас, в террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне под левым его локтем лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смолен сгорит весь и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население вместо того, чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось, разрозненными группами на свой риск и страх кидаясь, куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в Можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в двухсотверстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода, и что Совет при главнокомандующем принимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести уличные бои с гадами на самых улицах столицы, в случае, если красным армиям и аэропланом и эскадрильям не удастся удержать нашествие присмыкающихся. Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте, Панкрат и то и дело заливающиеся слезами экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени, в углу и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно. С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики так, что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо воспринял этот шум. Он поднял на мгновение голову и пробормотал. «Ишь, как беснуется! Что ж я теперь поделаю?» И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича «Убегайте, Владимир Ипатьевич, убегайте!» Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, причем глаза его на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова. «Никуда я не пойду!» проговорил он. «Это просто глупость, они мечутся, как сумасшедшие! Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду?» «И, пожалуйста, перестаньте кричать! При чем здесь я?» «Панкрат!» позвал он и нажал кнопку. Вероятно, он хотел, чтобы Панкрат прекратил всю суету, которую он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персиковой и начала его тащить куда-то. Но он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор. «Но!» спросил он. Двери распахнулись и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему «Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать!» Его словам ответил визг Марии Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое извояние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая «Бей его! Убивай!» «Мирового злодея!» «Ты распустил гадов!» Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Мария Степановна, распростер руки как распятый. Он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении «Это форменное сумасшествие! Вы совершенно дикие звери! Что вам нужно?» Завыл. «Вон отсюда!» И закончил фразу резким всем знакомым выкриком «Панкрат! Гони их вон!» Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой и стоптанной и рваной в клочья лежал недвижимо в вестибюле. И новые, и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы. Низкий человек на обезьянних кривых ногах в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок и последним его словом было «Панкрат! Панкрат!» Ни в чем неповинную Марию Степановну убили и растерзали в кабинете. Камеру, где потух луч, разнесли в клочья. В клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек. Раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал. Возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых гудя длинно выбивалось пламя. Глава 12 Морозный Бог на машине В ночь с 19 на 20 августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что Мороз спас столицу и те бесграничные пространства, которыми она владела, и на которые упала страшная беда 28 года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движение мерзких, присмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юга-запада и юга по направлению к Москве. Их задушил мороз. Двое суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи. И в двадцатых числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним невиданным рисунком, который безвестно пропавший рог принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них были прикончены. Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны. Непрочные создания гнилосных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной. Были долгие эпидемии, были долгоповальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже снабженная не газами, а саперными принадлежностями, керосиновыми цистернами и шлангами, очищающая землю. Очистила, и все кончилось к весне двадцать девятого года. А весною двадцать девятого года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкой у храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе двадцать восьмого года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего, квакающего голоса. О лучей катастрофе двадцать восьмого года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатевича Персикова оделась туманом и погасла, как и погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в Никольском совхозе Красный луч, при первом бое эскадриль с гадами, а восстановить их не удалось. Как непросто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали во второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек, покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков. Москва, 1924 год, октябрь. Читал Александр Синица. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok